итак тем кто еще раз задержался и пришел буквально вот за последние пару минут еще раз добрый вечер мы с вами на вебинаре компании skyway capital и давайте поговорим о том чем мы имеем дело что это может дать вам да и к чему мы можем вместе прийти итак друзья мы начнем сегодняшний вебинар и речь у нас пойдет в первую очередь о транспорте да и наверно это не случайно потому что каждый человек который живет сегодня на этой планете касается данной тематики но особенно тех кто занимает активную жизненную позицию те кто где-то учится работают да по сути дела транспорта мы касаемся каждый день и на сегодняшний день людям проживающим неважно какой стране известно по сути четыре транспортные системы которые мы с вами используем ежедневно да кто-то мне говорит громче сейчас я попробую скажем так поднять громкость микрофона буквально одну минутку и коллеги раз-два проверка связи лучше слышно кому не было слышно да и так двигаемся дальше то есть мы говорим о транспорте и 4 эти транспортные системы это автомобильный транспорт который используется где-то порядка ста с небольшим лет до еще более молодой по сравнению с автомобильным транспортом это авиационный транспорт самолеты вертолеты более такой устоявшийся и более взрослый это железные дороги и все что с ними связано да и самый наверное древний самый такой известный людям транспорт это водный который люди используют уже не одну тысячу лет когда-то были лодки потом скажем так строились сюда у кого-то из папируса у кого-то из дерева сейчас есть большие океанские лайнеры атомоходы да и так далее так далее то есть мы имеем 4 транспортные системы которые есть коренные отличия друг от друга но и у которых есть большое количество проблем наверное недостатков которые мы с вами испытываем ежедневно но видите на слайде да в первую очередь от современных транспортных систем которые мы используем страдает что экология да вы видите слайд на котором воздух в крупном мегаполисе да я не знаю может это рабочий день может выходной неважно но сам факт выхлопы не отработанное топливо до выхлопные газы переработанного топлива то есть куча отравляющих веществ которые выбрасываются в атмосферу буквально у нас на днях состоялась презентация в москве где я сказал действительно это правда большинство людей молодых мамочек да выгуливают своих детей в колясках например маленькому молодом возрасте там год полтора года меньше года и как правило высота колясок расположение над землей она очень близка к высоте скажем так расположенных глушителей до автомобилей вот и вот эта взвесь она тяжелее воздуха она скажем так высоко порой не подымается соответственно наши дети начинают дышать этой гадостью как мы говорим особенно те мамочки которые любят гулять вдоль больших больших проспектов и шоссе в крупных городах да соответственно дети начинают впитывать из воздуха большое количество отравляющих веществ что в итоге влияет на их здоровье но кстати на качество здоровья людей и взрослых в том числе влияет те же самые выхлопные газы еще много скажем разных факторов но это один из многих действительно еще сто лет назад огромного количества заболеваний которые есть сегодня просто физически в мире не присутствовала по сути дела цивилизация которую мы создаем нас же убивает дальше транспорт который мы знаем будь то водный автомобильный там железнодорожный либо авиационный его нельзя назвать абсолютно скажем так комфортным да и нас нельзя назвать абсолютно мобильными нам часто действительно приходится стоять в очередях особенно вот это касается например процесса регистрации на какой-либо рейс крупных аэропортах даже если они большие даже если они комфортные да все равно приходится отстаивать там десятками минут а то и часами для того чтобы просто показать свой паспорт да и сказать что вы зарегистрировались при помощи интернета вам просто выдают посадочный талон а очередь у вас одна и та же далее все эти транспортные системы которые он назвал их нельзя назвать абсолютно безопасными каждая из них себе таит угрозу для человеческой жизни будь то водный транспорт воздушный транспорт да там периодически происходят катастрофы ну и самый наверное опасный транспорт как показала практика это автомобиль как говорит анатолий дарычу низкий генеральный конструктор нашей технологии да что за год автомобиль который должен вроде бы служить и быть помощником человеку убивает гораздо больше людей чем автомат калашникова это скажем так орудие убийства да так вот автомобиль убивает гораздо больше людей более миллиона людей в среднем погибает ежегодно в различных авариях авто катастрофах это в первую очередь на автомобильном транспорте и конечно же на наше перемещение в транспорте на то что мы испытываем каждый день каждый год каждый месяц да это идет постоянное дорожание транспортных услуг то есть я не видел никогда чтобы за последние годы я проживаю в москве в московском регионе чтобы у нас стоимость проезда например становилась меньше каждый год добавляется по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть и все это становится дороже да вы видите здесь на слайде что одним из факторов Дорожание транспортных услуг является подорожание топлива, но это бывает не всегда. Кстати, когда цена на нефть пару-тройку лет назад падала почти до той черты, где просили, что российское государство должно вроде бы умереть, фактически на стоимости проезда в транспорте это никак не отражалось, потому что цена все равно росла. Это то, что мы с вами переживаем. То есть еще, если все проблемы, создаваемые современным транспортом, перечислять, у нас с вами не хватит времени для проведения вебинара. То есть если ничего не менять, если все оставить так, как есть на сегодняшний день, если использовать те же транспортные технологии, все, что их касается, к чему мы придем через 10-15 лет? Нет. То есть возможно действительно придется ходить, вот как здесь на слайде молодой человек идет в противогазе. И опять же мы на презентации живой в Москве говорили о том, что еще в 70-х годах в Японии, в городе Токио стояли кислородные автоматы, чтобы люди могли копеечку бросить и подышать чистым воздухом из-за того, что была очень сильная загазованность. Вы знаете, Япония это, скажем так, передовая страна в производстве автомобилей. С тех пор они взялись, как говорится, за ум. Японские автомобили можно назвать, наверное, наиболее экологически чистыми в большинстве своем. Воздух там в Токио стал чище, но тем не менее, если мы ничего не поменяем, если каждый будет сидеть как премудрый пескарь в своей норе и говорить, что от меня ничего не зависит, и для того, чтобы что-то поменять, нужны, скажем так, большие научные институты, огромное количество специалистов, которые возьмутся за ум, что-то придумают и так далее. Я там отсижусь и посмотрю, что они сделают. Вы окажетесь не правы, потому что мы сегодня на вебинаре будем говорить о той технологии, которая уже практически внедряется в нашу с вами жизнь, и благодаря каждому из вас она может быть внедрена быстрее, мало того, с большим плюсом и с большими выгодами для вас самих. Поэтому будущее, как мы говорим, да, у нас очень большое количество партнеров, которые присоединились к нашему проекту по разным причинам. Кто-то там захотел стать частью большой идеи, которая улучшает жизнь человечества, кто-то, скажем так, действительно создать свой собственный бизнес, у кого-то есть бизнес, кто-то хотел его раздвинуть, скажем так, и развиваться в разных направлениях. Вот. И все люди, которые пришли к нам и активно развиваются вместе с нами, они знают, что будущее находится в руках каждого из них. Не в чьих-то руках вокруг, да, родителей там, правительства, соседей и так далее, а в руках и в головах каждому из нас. Итак, вот та ситуация, которая есть сегодня в транспортной отрасли, уже более 40 лет назад стала, скажем, волновать человека, который вы сейчас видите на экране. Анатолий Дарчиницкий, который сегодня является автором и генеральным конструктором струнных технологий, либо технологий Skyway, как мы их называем, да, проект получил название с 2014 года. Давно стал задумываться о том, что транспортные системы, которые мы имеем на сегодняшний день, неэффективны и, по сути дела, губительны для человечества. Не взирая на то, что, скажем так, автомобили со временем становятся, например, комфортнее вроде бы, там, да, в них лучше ездить, там есть куча, скажем так, электронных прибамбасов, которые облегчают нашу с вами жизнь. Но, тем не менее, в корне эту ситуацию не меняет. Анатолий Дарчиницкий стал разрабатывать направление, которое он озвучил тогда и называл даже космическую систему выведения, скажем, использование космоса на сегодняшний день человечеством тоже неэффективным. Потому что, он говорит, лошадь за год перевезет больше грузов, чем космические корабли, которые подымают эти грузы на космические станции, расположенные у нас в околоземном пространстве. То есть, вот это, говорит, эффективность ракетной отрасли. И он начал развивать идею неракетного освоения космоса, вывода индустрии в околоземное пространство. И частью этой идеи, которая никуда не делась, и Анатолий Дарчиницкий планирует дальше развивать эту идею, стали струнные технологии, либо технологии Skyway. В далеких 70-х годах были озвучены первые идеи Анатолия Дарчиницким, получены первые, скажем так, авторские свидетельства. В 80-х годах Анатолий Дарчиницкий стал членом Федерации космонавтики СССР. Вот это произошло после конференции, которая прошла в городе Гомеле в 80-х годах прошлого столетия. За время своего, скажем так, своей работы в плане инженера, конструктора, специалиста по патентоведению, у него более 150 изобретений, целый ряд из которых сегодня реализованы на практике. 20 монографий, более 200 научных работ и большой объем и пласт информации непосредственно о нем, как и генеральном конструкторе, о его технологии вы можете найти на сайте www.unitsky.com. Три высших образования, которые имеет наш генеральный конструктор, сегодня он на практике применяет для реализации технологии, о которой мы с вами сейчас и говорим. Итак, друзья, первая, как я сказал, идея, которая родилась в голове Анатолия Дарчиницкого, это 1977 год. То есть прошло, в принципе, 41 год и большую часть времени реализации своей технологии ему пришлось использовать в то время, когда, поначалу, да, когда было такое государство, Советский Союз, где о бизнесе вообще ничего, как бы не говорилось никогда, да, где все было планово и где все деньги, в принципе, можно было взять только у государственных структур, которые могли посчитать, что данная технология, например, нужна, и мы выделим там какое-то количество денег на реализацию технологии. То есть, по сути дела, всегда порядка 30 с лишним лет жизнь Анатолия Дарчиницкого была связана с тем, что он убивал пороги чиновничьих кабинетов, доказывал, что эта технология просто необходима для реализации у нас здесь на планете Земля в нашем государстве. Но зачастую это все упиралось, скажем так, просто в стену. Когда Россия стала как бы независимым капиталистическим государством, переговоры начались с людьми мира бизнеса, у которых большие деньги, с целью привлечения денежных средств для строительства тестового участка, на котором можно было бы продемонстрировать, что из себя представляет данная технология, какие выгоды, да, как это выглядит, и в дальнейшем уже получать заказы на реализацию технологии по всему миру. Так вот, как я сказал, скажем так, 37 лет примерно продолжалась история, когда Анатолий Эдуардович со своими идеями, он присутствовал на различных транспортных форумах, да, там, участвовал в выставках, демонстрировал свои физически действующие модели различного масштаба, там, 1 к 15, 1 к 10, 1 к 5, которые были созданы, демонстрировали физически то, что данная технология возможно, и ее можно применять, ее можно использовать, да, то есть, в принципе, то, что, скажем так, воплощено в железе в модели размером, там, 1 к 10, можно сделать и в реальном размере 1 к 1. Но, как я сказал, что многие, многочисленные переговоры, да, с людьми мира бизнеса и чиновники заходили в тупик, хотя были успехи, и, в принципе, в начале нашего тысячелетия, да, произошла встреча, например, с таким человеком, которого многие из вас наверняка знают, это господин Лебедь, да, который вот на тот момент руководил Красноярским краем, да, и именно с его помощью началось строительство тестового участка в подмосковном городе Озеры, вот, и благодаря тому, что господин Лебедь, да, проинвестировал строительство тестового участка в подмосковном городе Озеры, в принципе, была создана технология, была продемонстрирована технология, о ней говорилось в целом ряде передач по телевидению, писалось в прессе, и, в принципе, даже сейчас мы сейчас можем посмотреть, что происходило, скажем так, в десятых годах нашего тысячелетия, как выглядела технология под названием струнный транспорт, вот, я буквально 20-30 секунд включу ролик, и дальше мы с вами будем двигаться по информации нашего вебинара. Готов, прием! Привет! 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ездят на стиле специальные шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная транспортная система, это очень любая для системы. И доказательством того, является то, что я стою под грузовиком в 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему палу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных... Итак, друзья, это было то, что, скажем так, создано было руками Анатолия Юницкого, конструкторов, инженеров, работавших на полигоне в подмосковном городе Озеры. И, в принципе, даже благодаря данной технологии, да, целый ряд экспертов, да, из целого ряда государственных структур Российской Федерации давали заключение о том, что данная технология перспективна, о том, что она, скажем так, во многом превосходит то, что мы имеем на сегодняшний день, да, о том, что ее нужно использовать на территории Российской Федерации. Но, к сожалению, как это часто бывает, после госсовета, который прошел в городе Ульяновске, где губернатор Ульяновской области предложил реализовывать технологию в своем регионе и сказал даже Медведеву, что мы это начнем делать, полигон в подмосковном городе Озеры фактически за один день был разобран. И, по сути дела, 30 с лишним лет труда, не то чтобы пошло на смарку, но, скажем так, оно превратилось в груда железа, да, и даже железо не осталось на месте, на полигоне в Озерах. Но важно, что Анатолий Эдуардович, скажем так, смог пережить это внутри себя, его упор, что хватило на то, чтобы начать все заново. И в определенный момент, а произошло это в 2009 году, когда не стало полигона в подмосковном городе Озеры, Юницкий принял решение, что нужно прекратить ходить по кабинетам чиновников, нужно прекратить ждать манны небесной, скажем так, государственных структур, которые не принимают решения сами практически вплоть до самого высшего уровня, да. Переговоры все с людьми мира бизнеса заканчивались, как правило, ничем, либо обещаниями, что да, поддержим технологию. И в 2014 году, сначала в 2013 году была оценена технология, все ноу-хау, которое было наработано Юницким за долгие годы, и интеллектуальная собственность Юницкого была оценена в 400 с лишним миллиардов долларов США, и на основании интеллектуальной собственности была зарегистрирована компания. Да, и было взято условие, что каждая отдельно взятая доля, которую потом предлагалось реализовать по системе краудинвестинга, по которой мы работаем до сих пор, приравнилась к одному доллару. То есть это номинал одной доли в проекте группы компаний Skyway. И начиная с 2014 года, с января 2014 года, было предложено физическим лицам, обычным людям, неважно сколько им лет, неважно где они проживают, стать совладельцами данной технологии, на выгодных условиях становиться совладельцами пакетов долей, и на выгодных условиях приобретать пакеты этих долей. Причем они были, скажем так, пакеты созданы, включали в себя разное количество этих долей, стоимость этих пакетов колебалась, отстав фунтов стерлингов и выше поначалу. И вот люди стали приходить, кто-то на идею, на идею о том, что данная технология изменит все вокруг. Действительно, скажем так, преимуществ данной технологии огромное множество, и об этом вы можете подробно почитать, как у нас на сайте, так на наших ленингах, так и на сайте Анатолия Дорчуницкого, который называл, да, и стали приходить первые инвестиции. То есть был разработан 15-этапный план реализации технологии, и каждый этап этого плана вмещал в себя определенное количество работ, которые необходимо было провести для того, чтобы сделать несколько простых вещей. Первое, это построить на тестовом участке, тогда это звучало, да, трассы Skyway, продемонстрировать, что представляет транспорт, который мы на сегодняшний день реализовываем. Третье, это сертифицировать данный вид транспорта, да, то есть во всех сегментах, а предполагалось три сегмента транспортного рынка, это городской транспорт, это высокоскоростной междугородний, международный транспорт, и грузовой Skyway, да, и после этого выйти на строительство дорог в разных регионах мира по тем заявкам, либо адресным проектам, которые сегодня уже, мы можем смело говорить, уже не один десяток, да, и мы близки к тому, чтобы технология была реализована. Так вот, в 2014 году начался первый этап, сегодня мы находимся в 2018 году, и находимся на 12 этапе развития технологий. То есть проделан огромный объем работы, мы уже, скажем так, имеем огромное количество результатов, и как никогда близки к тому, чтобы технология была реализована. В идее Анатолия Даровича Юницкого лежит создание линейных городов, да, это города, которые могут размещаться на луне природы, в которых есть дома, так называемые города кластерного типа, да, есть, скажем так, центральное здание, в котором может располагаться офисные помещения, торговые центры, развлекательные какие-то дела и так далее, да, и в шаговой доступности вот этих домов могут проживать, высотные здания могут проживать в своих собственных домах люди, имеющие в шаговой доступности транспорт, который может их доставить в любую точку, там, ну, назовем области, да, для различных целей. Либо на работу, либо путешествия, да, либо там поездка к родственникам и так далее, и так далее, и так далее. То есть меняется полностью концепция транспорта, да, в отличие от того, что мы имеем на сегодняшний день. Транспорт поднимается над землей, вот, и основа линейных городов это как раз-таки транспортная система Skyway, вот, транспортная технология Skyway, где транспорт будет размещен над головами, можно сказать, над землей, да, люди совершенно спокойно смогут перемещаться по поверхности планеты, абсолютно не опасаясь, что их кто-нибудь переедет, собьет и так далее, и так далее. Это, кстати, один из важных аспектов безопасности транспорта Skyway, то, что потоки людей и транспортные потоки разведены по разным уровням и никак не пересекаются. Плюс ко всему, данная транспортная система имеет огромное количество преимуществ из-за того, что отсутствуют светофоры, отсутствуют перекрестки, будут строиться удобные пересадочные пункты и практически, ну, не могу сказать, что всегда, но практически всегда, скажем так, направление движения может меняться под прямым углом. То есть вы едете в одну сторону, быстро пересели, поехали в другую сторону. Важно, что данный транспорт обладает высоким комфортом, да, высокой скоростью, и он заметно ниже будет по цене, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. И буквально два слова, скажем так, о концепциях, например, городского высокоскоростного Skyway. Представьте себе, что вот такая путевая структура может быть построена в любом городе, неважно, живете ли вы в мегаполисе, живете ли вы, скажем так, в каком-нибудь районном центре или в небольшом населенном пункте. Важно понимать следующее, да, то, что скорость транспорта городского в нашей концепции может достигать 150 км в час. Как я говорил в Москве на презентации, да, в Москве в лучшем случае, там, ну, в хорошее время средняя скорость составляет километров 15. Метро пусть там до 40 км в час бегает, да, может где-то 50, но не более. Хотя метро самый удобный транспорт, да. Провозная способность, пропускная способность одного транспортного плеча линии Skyway, она такая же, как у линии метро. То есть здесь написано 20 тысяч пассажиров, порядка 50-60 тысяч пассажиров в час. Сейчас речь идет о таких цифрах. Данная путевая структура может легко вписаться уже в инфраструктуру построенных городов, которые мы сегодня с вами имеем, да. И стоимость строительства данной путевой структуры и дальнейшее обслуживание ее в 20-30 раз дешевле, чем строительство метрополитена и дальнейшая, скажем так, эксплуатация оного. Высокоскоростной Skyway. Скорость перемещения до 500 уже речь идет и выше километров в час. Опоры, которые могут располагаться над землей, у них высота может быть 6-10 и более метров, да. Длина пролета между анкерными опорами, сейчас речь уже идет не об одном километре, это может быть 2-3 километра и более, да, ну в зависимости от рельефа, по которой будет проходить данная трасса. Стоимость строительства данной дороги порядка 3-4, максимум 5 миллионов долларов за километр, что значительно дешевле, чем строить высокоскоростные железнодорожные магистрали, да, либо даже высокоскоростные там автобаны и так далее, так далее. В разы дешевле. И мы можем, скажем, описать такой простой пример из нашей с вами жизни. Вот есть город Москва, есть город, например, Минск, да, то есть между Москвой и Минском 700 километров. Даже вот на нулевом километре города Минска, напротив филармонии городской, да, возле памятника Якуба Колосу, а нет, точнее, напротив Палаца Республики, да, есть указатель. До Москвы 700 километров. Есть такие еще города Питер, Казань, там Харьков, примерно вот такое же расстояние, чуть больше, ну, Белгород, например, тоже 700 километров. И представьте себе, да, то есть перемещаясь по, используя транспорт Скайвэй, например, вы из Минска сможете до Москвы добраться там за два, за два с половиной часа. Потому что перемещаясь комфортно в городском транспорте, который тоже может двигаться со скоростью от 50 до 150 километров в час, вы пересаживаетесь потом в высокоскоростной Скайвэй и там за полтора-два часа добираетесь до Москвы со скоростью 500 километров в час. Вот. Я нагло утверждаю, что сегодня, скажем так, использование авиационного транспорта занимает у вас гораздо больше времени, потому что вам нужно на аэроэкспрессе доехать, например, до Шереметьево от Москвы, сначала добраться до Белорусского вокзала, потом вам нужно, скажем так, не позднее, чем за час приехать в аэропорт, пройти регистрацию, дождаться, скажем, пока вас посадят в салон, взлететь, лететь там час, допустим, да, вы спускаетесь, потом проходите паспортный контроль, потом ждете выдачи шмоток, потом вы едете еще, например, от аэропорта Смолевичи, который находится в Минской области, до города Минска. Все это займет у вас часов 5-6. Здесь речь идет о времени в два раза меньше. Итак, что из себя представляет технология SkyWay? Это инновационная путевая структура, это инновационный подвижной состав и инновационная инфраструктура. Это пересадочные пункты, здания вокзалов, грузовые, погрузочные, разгрузочные терминалы. Все это как раз-таки инновационный транспорт SkyWay. И на сегодня мы имеем собственный действующий центр инновационных разработок и совершенствования технологий, который находится в Минской области, недалеко от города Марина-Горка, в Пуховичском районе, где у нас активно с середины 2015 года ведутся строительные работы по созданию экотехнопарка. Это так сегодня звучит. Когда-то мы говорили тестовый полигон, когда-то мы говорили тестовая площадка. Началось все это летом 2015 года. В июне получили, скажем так, четкое подтверждение, что эта земля закреплена за нами. И вот началось строительство, которое продолжается до сих пор. На сегодня у нас огромное количество результатов. Мы очень здорово продвинулись в реализации технологий. И буквально два слова о том, об успехах производства, об успехах деятельности компании струнной технологии, группы компании SkyWay. Прежде чем выйти на строительство дорог в разных уголках земного шара, технологию надо защитить, вы понимаете. То есть интеллектуальная собственность – это святая святых. Поэтому за те 4 года небольшие, точнее даже меньше, наверное, за 3 года работы с начала строительства полигона было получено почти 80 патентов и сертификатов целого ряда стран, как на транспортные средства, так и на саму технологию. Это патенты таких стран и сертификаты, как Соединенные Штаты, это Канада, это 11 сертификатов Евросоюза, это Австралия, Япония, Китай, Россия, Украина, это Белоруссия. То есть все это делается для того, чтобы, не дожидаясь уже выхода на строительство дорог, уже перед этим защитить технологию, чтобы в дальнейшем спокойно себя чувствовать, что никто там ничего не умыкнул, не украл и так далее. Далее, очень важным аспектом, который показывает развитие нашей технологии, который способствует развитию нашей технологии, развитию нашего проекта, является участие специалистов компаний в целом ряде крупных отраслевых выставок, проходящих в разных уголках земного шара. Все это началось в феврале 2016 года, хотя первая выставка состоялась в 2014 году осенью. Это было на территории бывшего завода «Москвич», выставка называлась и на тех 2014, у нас там был маленький столик, еще меньше, чем у меня сейчас здесь, за которым я сейчас сижу и вещаю, даю эту информацию. Там стоял небольшой телевизор, был образец струнного рельса, что он из себя представляет, да, ну и несколько буклетов, и несколько человек, которые знакомили потенциальных, точнее, ну потенциальных инвесторов, тех людей, которые приходили, интересовались технологией, что мы из себя представляем. Стоял рулап далеко, в стороне, где было нарисовано, что из себя представляет струнные технологии. Ну и возле того рулапа тоже были представители компании, которые отвечали на вопросы, знакомили людей, что же такое струнный транспорт, да. Так вот, с того момента, когда технологию в 11 февраля 2016 года Минтранс Российской Федерации признала инновационной, это был документ, скажем так, заключительный документ заседания экспертного совета Минтранса Российской Федерации по инновациям, да, и было заключение, что технология, разработанная Анатолием Эдуардовичем Леницким, признаются инновационной. Буквально через неделю нас пригласили на первое крупное мероприятие, которое называлось Иннотранс-2016. Это один из крупнейших мировых транспортных форумов, где в основном представлена рельсовая техника, да, так как мы говорим о том, что струнный транспорт это рельсовый транспорт, нас пригласили именно на эту выставку, которая прошла с большим успехом. С того времени специалисты группы компании Skyway принимали участие дважды в такой выставке, как транспорт и логистика 2016-2017 в Беларуси, это Белорусский энергетический и экологический форум, который прошел в 2016 году, это 23-й международный конгресс интеллектуальных транспортных систем, который проходил в Мельбурне, и там нашу технологию представлял экс-министр транспорта Южной Австралии, господин Ротхук, который сегодня является нашим активным партнером, да, и узнал впервые о технологии в 2015 году, в сентябре. Далее это были выставки в Москве, транспорт России 2016-2017, потом это были международные выставки, такие как Railway Tech Индонезия 2017-2018 год, Smart City India 2017 год, Future City Show 2018 год. Еще целый ряд выставок, которые я не упомянул, но о них вы легко можете найти информацию в наших новостных разделах на сайте, либо в личном кабинете, да. Так вот, все эти выставки, они поспособствовали тому, что информация о развитии технологий, она все сильнее расходилась по территории земного шара, огромное количество специалистов мира транспорта, мира финансов, просто, скажем так, зевак, которые приходят на данное мероприятие, познакомились с тем, что в мир выходит новая прорывная инновационная технология транспортная, вот, и после этого о нас стали все больше и больше говорить в средствах массовой информации, вот, о нас, скажем так, стали писать и издания, посвященные непосредственно транспортной отрасли, скажем так, просто издания, которые, скажем так, пишут обо всем и о транспорте в том числе, и, конечно же, большой заслугой того, что все происходит на сегодняшний день, успешное развитие нашей технологии, помимо выставок, я там потом еще кое-что вам расскажу, да, огромная заслуга лежит на плечах тех людей, которые работают на производстве Skyway. Добавлю одно, 2014 год, да, 2014 год, май месяц, когда наш проект уже полгода практически развивался, в составе КБ, в составе, скажем так, инженерного подразделения конструкторского был только один человек, Анатолий Дорочевницкий. С того момента, на сегодняшний день успешно развивается, скажем так, производство Skyway, у нас растет и развивается экотехнопарк, о котором мы еще сейчас поговорим впереди, да, и на сегодняшний день компания уже владеет целым рядом производственных площадок, расположенных в Республике Беларусь, на территории города Минск, за территорией города Минск, да. Беларусь вообще является, скажем так, ну, одной из передовых республик Советского Союза когда-то по машиностроению, там огромное количество машиностроительных предприятий. Очень большие профессионалы с этих предприятий пришли работать в предприятии струнной технологии, и на сегодняшний день есть целый ряд успехов в работе наших специалистов на производстве. Ну, наверное, первый из них это создание собственного двигателя мотор-колесо, уже целой линейки двигателей, да, для разных транспортных средств созданный, скажем так, двигатель малой мощности для унибайка, например, и более, скажем так, высоко, более мощный двигатель уже для следующих устройств, которые сегодня проходят обкатку, сертификацию. У нас передовое оборудование, то есть есть танки, которые находятся на территории Республики Беларусь в единичном экземпляре, то есть танки с программным управлением, и они стоят на производстве нашей компании, предприятий струнной технологии. Далее, используются новейшие материалы, то есть все идеи, которые возникают в процессе реализации технологии, они тут же применяются на практике. Используется на сегодняшний день передовое программное обеспечение, которое называется 3D Experience, компания DASO System, да, и благодаря даже этому программному обеспечению, сейчас вот вы видите на слайде правой верхний угол, создание 18-местного уникара, который сегодня уже прошел обкатку и фактически сертифицирован, да, это благодаря вот этому программному обеспечению, где, скажем так, изменение чего-то одной детали в одном месте отражается на всей модели и видит все, кто работает над созданием данного транспорта. И данное программное обеспечение используют, скажем так, передовые компании в мире, в том числе и компания струнной технологии в городе Минск. То есть на сегодняшний день большой труд, да, наших специалистов, а я так открою небольшую завесу, либо тайну, сегодня наше производство работает фактически в 3 смены, как мне говорят в городе Минске. Может, в ближайшие как раз дни я в этом убежусь, потому что попаду в наше головное предприятие. Вот. Помимо всего прочего, да, специалисты нашей компании, вот начиная, наверное, с того момента, как технологию признали инновационной, приняли участие в огромном количестве переговоров в разных точках земного шара, где представляли нашу технологию. И территорика технопарка посетила там несколько десятков делегаций с разных уголков земного шара, которые знакомились с технологией, делали, скажем так, для себя какие-то выгоды, ну и заключались потенциальные, скажем так, договора о взаимодействии. Это страны таких континентов, как Австралия, Евразия, были представители африканских стран, Южной Америки, фактически все континенты на сегодняшний день. Может быть, вот как бы Северная Америка пока у нас еще не задействована. С остальных территорий уже были представители на территории технопарка, и эти страны являются на сегодня потенциальными странами, где будут строиться и развиваться дороги по технологии Skyway. Еще очень важный момент, да, то есть мы практически сейчас на наших презентациях не уделяем внимания слайду средств массовой информации. Я помню в 2016 году, например, там в начале 2016 года, да и в течение всего 2016 года мы зависали на этом слайде минут на 5-7, где рассказывали о тех нескольких средствах массовой информации, которые уделили внимание нашей технологии. Сегодня это не обходится практически недели, чтобы не один уже десяток средств массовой информации, неважно, это печатные издания, да, обычный формат, к которому мы привыкли еще там в 20-м веке, интернет-порталы, телевизионные новости, да, целые передачи тематические, радиостанции, на которых идет информация о том, что есть такая технология, которая развивается в Белоруссии и так далее, и так далее. То есть о нас очень много говорят, причем очень много говорят в положительном уже ключе, не так, как это было в 2014-2015 году, где выходили сомнительные какие-то статьи, где люди сомневались вообще, что данный проект когда-то будет реализован, и вообще вроде бы непонятно, чем мы занимаемся. Так вот сегодня картина полностью изменилась. Действительно, в 2016 году я радовался, когда вышла статья в газете пуховицкие новины, да, о том, что в нашем районе развивается технология, которая планируется там реализовывать на территории всего земного шара, типа давайте похлопаем. Мы тогда прыгали почти до потолка, но сейчас мы, наверное, такие здания, не в обиду сказано, практически не обращаем внимания. Хотя действительно положительные отзывы важны для нас в любом аспекте, в любом, как говорится, размере, там даже маленькая, скажем так, рекламный листок, выпущенный где-то, это большой плюс для реализации нашей технологии. Очень важно понять следующее, что компания успешно развивается. У нас идет строительство эко-технопарка, да, сегодня у нас там построено пять раз, на которых сегодня испытываются, обкатываются транспортные средства. И все это благодаря тому, что когда-то было принято решение развивать проект посредством системы крафт-инвестинга. Когда любой человек стал иметь возможность становиться совладельцем технологии, на то количество денег, которое он на тот момент способен был инвестировать, да, в развитии нашего проекта, никто никогда не говорил, не заставлял людей делать большие инвестиции, но благодаря даже небольшим инвестициям, благодаря рассрочкам, которые у нас появились в 16-м году, люди смогли становиться совладельцами больших пакетов долей. И благодаря этому движению сегодня происходит именно то, о чем мы с вами говорим. Вот. Огромное количество людей чувствует сопричастность к реализации самой идеи струнных технологий, да, самого струнного транспорта, верит в то, что действительно данный транспорт круто изменит ситуацию, ну, например, в сфере экологии нашей планеты, да, и повернет ту ситуацию, которая сложилась в развитии наших индустрий, нашей промышленности, да, вспять. То есть благодаря данной технологии мы можем, ну, за какой-то там десяток лет просто-напросто очистить землю от всего того вредного, что есть на сегодняшний день. Ну, и люди чувствуют сопричастность. Вы видите, это у нас проходит экофестиваль, и уже прошло три экофестиваля, на которых люди, инвестирующие в свои денежные средства, начиная с 2014 года, могут приехать на территорию нашего эко-технопарка и лично убедиться, что на сегодняшний день создано, к чему мы пришли. Я был на всех трех экофестивалях, и просто помню, на первом у нас стояли просто промежуточные опоры, да, и не до конца построены анкерные опоры. На второй нам уже показали, на втором экофестивале показали уже в движении транспортные средства, которые готовили сертификации. На последнем экофестивале мы смогли уже проехаться по территории эко-технопарков транспортных средств. То есть они были сертифицированы, соответственно, на них можно было перевозить пассажиров. Ну, и вы видите звездное небо. Skyway, как мы называем, да, довольный человек, инвестор, нашел на потолке нашего музея свою фамилию и имя. Эта данная акция проводилась для тех, кто успел стать совладельцем пакетов долей проекта Skyway, да, до апреля месяца 2017 года. То есть вот огромное количество фамилий и имен вынесено на потолок, как мы говорим, на наше звездное небо. Итак, друзья, действительно люди чувствуют сопричастность к проекту, люди чувствуют те изменения, которые может принести данная технология. И вот все, что происходит у нас, строительство на территории эко-технопарка, создание транспортных средств, да, создание инфраструктуры, которую необходимо создать на территории эко-технопарка, чтобы потом продемонстрируют, что такая же будет строиться там, где будут реализовываться дороги. Те же самые выставки, да, те же самые работы по сертификации, патентованию и так далее, и так далее. Все это происходит на деньги тех людей, которые стали участниками нашего проекта и стали совладельцами технологий. И что мы имеем на сегодняшний день? Мы с вами сегодня имеем 8 транспортных средств, целый ряд из которых прошли сертификацию. На данном слайде вы видите 3 транспортных средства, Unicar, Unibus, 14-местный Unibike, которые уже сертифицированы. Unitrack, это имеет прямое отношение к грузовому Skyway, да. Кстати, о грузовом Skyway вышло несколько роликов, которые вы можете посмотреть и понять, что из себя представляет грузовая транспортная система Skyway. Далее, буквально недавно на территории эко-фестиваля, да, мы увидели Univind, это новое транспортное средство двухместное, легкая путевая структура, которая может быть, скажем так, ну, толщиной порядка, там, трубы тройки-четверки, 3-4 сантиметра, да, и по этой трубе вот катится такое транспортное средство. То есть там тоже используется принцип натяжения струн. То есть, и... Далее, на нижнем слайде справа вы можете видеть тоже Unicar, которым на территории эко-фестиваля катали людей, да, это на подвесной структуре, восьмиместный Unicar. Далее, высокоскоростной Unibus, то есть, типа, наша гордость, то, чего мы очень давно ждали, то, что было продемонстрировано на выставке на Транс-2018. Я думаю, многие из вас смотрели ролики, многие из вас наверняка видели технические характеристики, насколько комфортно будет передвигаться людям в высокоскоростном SkyWay. Он восьмиместный. В дальнейшем, может быть, будут там и меньшее количество людей вмещать, и большее количество людей, как говорит Анатолий Дарвич Веницкий. Нам нужны будут высокоскоростные транспортные средства, которые одновременно смогут перевозить 200 и более людей. И очень важный аспект, на который следует обратить внимание, параллельно, вместе с развитием струнных технологий, вместе, скажем так, струнного транспорта, у нас еще развивалось направление, которое позволяет людям с ограничениями в мобильности, то есть, их относят, как у нас говорят, люди с инвалидностью. Но я не люблю этого слова. Был создан транспорт, двухместный автомобиль, в принципе, электромобиль, в котором человек-колясочник, инвалид-колясочник, а их сегодня очень много. То есть, каждый сотый человек на планете, он инвалид. И каждый десятый из них, это инвалид-колясочник. То есть, получается такая картина, что огромное количество людей на сегодняшний день не имеет возможности управлять транспортным средством, таким, как автомобиль. Благодаря тому решению, которое создано специалистами группы компании Skyway, такая возможность появилась. То есть, человек даже не требует помощника, даже если он находится в инвалидной коляске, он имеет возможность сесть в транспортные средства, не покидая своей коляски, просто-напросто закрепиться и управлять автомобилем полноценно. Если он устал, то человек, который может его сопровождать, если ему нужно проехать больше 50 или 100 километров, кресла меняются местами, уставший человек с ограниченной мобильностью садится справа, а тот, кто его сопровождает, если у человека нет никаких проблем, пожалуйста, там есть возможности нажимать педали и так далее, и так далее. Не только ручное управление. Огромный рынок людей, которым это может пригодиться. И в принципе, создан даже специальный сайт Unimobile.by, на котором есть даже опрос на анкеты, где вы можете оставить свои вопросы по реализации данной технологии. Важно понимать следующее. Если данная технология тоже начнет развиваться, соответственно, те люди, которые стали совладельцами технологии посредством приобретения долей компании проекта Skyway, они тоже будут получать прибыль от реализации данной технологии в том числе. Итак, друзья, если подытожить то, о чем мы сейчас говорили, смотрите, мы имеем технологию, которая успешно развивается, имеем экотехнопарк, как я уже говорил, где есть пять видов путевой структуры, где каждый день ведутся работы по сертификации видов транспорта. Сегодня уже есть потенциальная, скажем так, реализация технологии по адресным проектам, по которым заключены договоренности. Вот у нас этот год действительно, начиная с августа месяца, он наполнен такой, ну, зажигающей информацией. Это Экофес 2018, это Инотранс, это выступление Натули Дорочуницкого, в котором он рассказал о перспективах развития струнных технологий на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Мы давно перестали уговаривать кого-то разбираться в информации, что-то доказывать и прочее. Мы сейчас просто говорим, приезжайте в экотехнопарк, посмотрите все своими глазами, и все вам станет ясно. Буквально подытожить все, что я сказал, информация из истории развития человечества, то есть к чему мы вообще клоним. Каждый человек сегодня может стать совладельцем технологии Skyway. К этому можно относиться по-разному, но простой пример из истории, например, мы все пользуемся компьютерами, кто-то пользуется, скажем так, компьютерами на платформе системы Windows, это как бы разработки Microsoft, кто-то, например, Apple, то есть две компании, которые начали развиваться параллельно. Есть хороший фильм художественный, кстати, «Пираты силиконовой долины», который вы можете посмотреть, там, двухсерийный, о начальном становлении, о развитии этих компаний, об успехах, о каких-то провалах и так далее, и так далее. Так вот, молодые люди, Стив Джоус, Билл Гейтс, предлагали людям вкладывать деньги в свою, скажем так, идею, это создание персональных компьютеров, реализация этой технологии по миру. Многие им крутили у виска, нашлись те, кто инвестировал денежные средства в развитие этих компаний. Сегодня эти люди мультимиллионеры. Железные дороги, для нас сегодня это не секрет, за исключением, скажем так, тех территорий, где их построить нельзя. Вот. Они начинали, скажем так, развиваться, со мной идея перевозить грузы, перевозить уголь и так далее, и так далее. Никто не думал перевозить пассажиров. Но кому-то в голову пришла идея, почему нет. Эти люди стали строить железные дороги, создавать состав, создавать, скажем так, локомотивы и так далее, строить вокзалы. Ну, такие люди, как Стефенсон, да, и еще целый ряд таких людей. И их потомки сегодня чувствуют себя просто превосходно в плане финансового благосостояния, да. Карл Бенц когда-то, у него была серьезная идея, он создал двигатель внутреннего сгорания, но у него фактически не было денег, он был банкротом. Нашлись люди, которые поддержали его в этом направлении и начали создавать двигатель внутреннего сгорания, потом автомобили, и сегодня огромное количество Мерседес-Бенцев бегает по территории планеты. Очень хороший, качественный автомобиль. Все упирается во что? Инновация, идея и инвестиция, да, то есть это как показывает практика, идет бок о бок. Братья Райт, которые подняли свой параплан, тяжелее воздуха, он пролетел какое-то там небольшое расстояние и так далее, но они не смогли развить свою технологию. Этим занялся господин Боинг и сегодня большая часть, скажем так, рынка авиации, она принадлежит этой компании и потомки Боинга тоже себя отлично чувствуют. Как это касается вас, да, друзья, что это может дать вам? Смотрите, я сегодня говорил о транспорте, о транспортной технологии, которая внедряется уже в нашу жизнь, которая получила признание. Наше предприятие, которое работает на территории Республики Беларусь, сегодня является членом Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, членом Союза строителей Республики Беларусь. Получено огромное количество патентов и сертификатов на ведение деятельности и мы имеем все разрешительные документы, позволяющие нам разрабатывать техническую документацию и приемки, да, построенных объектов. То есть все это у нас есть, если на начальных этапах наша компания еще пользовалась услугами каких-то подрядчиков, субподрядчиков, да, то на сегодняшний день мы можем сами выполнять все эти работы. На территории города Минска у нас находится сегодня уже свое собственное здание четырехэтажное, которое было куплено для работы людей, находящихся и работающих в конструкторских бюро. Это конструкторы, инженеры и так далее. Здание-то находится на улице Чеботарска, дом 7, а, по-моему, да, это фактически в трех минутах ходьбы от метро тракторный завод в городе Минске. В промышленном районе города Минска есть собственное офисное здание. У нас есть производственные площади, которые находятся в целом ряде районов города Минска, да. Бывшая, кстати, территория, которая планировалась под выпуском ее мобилей, она сегодня, скажем так, у струнных технологий. Вот. Все это развивается, как я говорил, благодаря тому, что у нас есть огромная армия инвесторов, которые проживают в разных странах. Вот по Skyway Capital у меня была информация, у нас еще есть некоторые фонды, да, по-моему, 210 стран, и территории, с которых люди стали, это только Skyway Capital, да. Вот. И что хотелось бы сказать, сегодня на наших предприятиях, которые расположены в городе Минске, работает порядка уже, наверное, 800 человек, там есть конструкторский персонал, инженерный персонал, там есть люди, которые уже работают в другом направлении, да, то есть специалисты других направлений. Вот. И мы успешно развиваемся. Мы близки к тому, чтобы эту технологию реализовать, и, по сути дела, то, что здесь написано на слайде, то, что мы сегодня прикоснулись к будущему, в принципе, это правда. Но это будущее, которое уже находится сегодня в настоящем. Потому что целый ряд транспортных средств, как я уже говорил, прошли сертификацию, да, и у нас уже активно ведется строительство, как говорил Анатолий Дарыч, еще низкий. И пока оно не сильно освещается, но, как говорится, в апреле мы выкатим на гора тот результат, который дадим в Дненных Арабских Эмиратах. И все, о чем я говорил, хочу подытожить тем, что, смотрите, я показал там развитие технологий персональных компьютеров, авиации и так далее, и так далее. Транспортная отрасль сегодня, да, ее емкость транспортного рынка составляет 4,8 триллиона долларов США. Ну, ни много, ни мало. Амбиции, да, либо цель группы компаний SkyWay это 30-50% всего мирового транспортного рынка. То есть, половина, например, возьмем, да. Если вы стали совладельцами данной технологии на данном этапе, как вы считаете, такой суммы, как 2,4 триллиона долларов США вам и вашим потомкам на будущее хватит? Вот, мы имеем в Марьиной Горке свой центр сертификации, стандартизации, демонстрации SkyWay. У нас сегодня идет строительство в Дненных Арабских Эмиратах. Вы можете, если еще не стали стать частью этой идеи, вы можете вместе с нами продвигать данный проект. И в недалеком будущем данная технология может круто изменить вашу финансовую составляющую в вашей жизни. Вы можете обеспечить своих детей, внуков еще следующее поколение, потому что, как говорил Анатолий Дартович Юницкий, данная технология будет приносить прибыль не менее 100 лет ближайших. Это очень важно. Но это еще не все. Вместе с инновационностью технологии, тем способом, который мы вышли данную технологию продвигать, у нас еще есть целый ряд инструментов, позволяющих людям вместе с нами активно развиваться. Первое, это платформа компании Skyway Capital. Это фонд, который был создан для привлечения инвестиций. Его основная задача это привлечение инвестиций с целью финансирования строительства экотехнопарка на территории Республики Беларусь и работа с инвесторами и с информацией. Задача максимально большее количество людей проинформировать об этой возможности, и те из них, кто принимает решение двигаться вместе с нами, максимально помочь в этом разобраться и помочь стать совладельцами и двигаться в дальнейшем. Так вот, есть платформа Skyway Capital, внутри которой есть личные кабинеты, там есть фактически все необходимое для того, чтобы вы стали успешным в развитии нашего проекта. У компании есть своя маркетинговая политика, мы о ней сейчас буквально впереди скажем два слова, но важный момент на сегодняшний день. Мы находимся, как я уже говорил, на 12 этапе развития из 15. Сегодняшний уровень доходности, если вы становитесь совладельцем пакета долей, составляет от 1 к 17 раз, это на минимальном пакете, до 1 к 80 раз, если вы приобретаете сегодня максимальный пакет, который есть у нас внутри личного кабинета, об этом вы можете легко прочитать и найти информацию, как я сказал, на платформе Skyway внутри личного кабинета партнера либо инвестора. Когда-то эти дисконты, конечно, были выше. Когда-то риск вложения денежных средств, инвестирования проекта группы компании Skyway был очень высок. Это было в 2014 году, когда пришли первые инвесторы, которых я называю идейными, которые, скажем так, не видели ничего, им нечего было потрогать, они слушали только Анатолия Даровича Черницкого, который говорил, ребята, давайте вместе соберем денег, и я вот это построю, и вы станете успешными. И они стали это делать. Тогда дисконт составлял от 1 250, по-моему, на первом этапе, до 1 1500, а когда-то был еще более-больше. У нас есть возможность стоять со владельцем пакета долей на небольшую сумму, то есть любой человек может сдойти, скажем так, у нас демократичный вход в проект с 15 долларов США. Ну, часто сюда приходят те, у кого нет денег совсем на такую сумму, либо те, которые пришли присмотреться, да, вот я вот там, да, 15 долларов не жалко, пропадут, не пропадут, там посмотрим. Есть пакеты, чем больше стоит пакет, тем больше количество долей в нем, тем больше дисконт, тем больше уровень доходности ваших денег. Как я сказал, сегодня от 1 17 до 1 80. Здесь максимальный пакет, который вместился просто на слайде, стоит 5000 долларов, и у него коэффициент доходности 60, либо дисконт. Это отличие на сегодняшний день стоимости доли от номинальной. Номинально 1 доллар, вы помните, да? Мы все ближе к той ситуации, когда одна доля будет стоить 1 доллар. Соответственно, если вы сегодня становитесь владельцем пакета долей на любом пакете, у вас есть возможность за короткий срок времени приумножить свои денежные средства в разы, да, даже на порядке фактически, если там 1 60 и так далее. Далее, друзья, у нас есть различные пакеты с разной инвестиционной стратегией. Вы можете покупать разовые пакеты, вы можете покупать рассрочки. Это тоже вы можете найти внутри личного кабинета. Рассрочка позволяет инвестировать незначительные денежные средства каждый месяц, но в итоге получать довольно солидный пакет долей. Да, причем рассрочки вы можете гостить и досрочно. Вот. У нас есть акция, и они были периодически на протяжении развития всего нашего проекта. С 12 этапа, с весны, любой человек, который в течение 7 дней зарегистрируется и приобретет себе любой из пакетов долей, если он покупает разовый пакет, то сразу ему на премиальный счет начисляется плюс 10% долей, которые находятся у него в пакете. Например, купили вы 100 тысяч долей, вам еще 10 тысяч будет добавлен на премиальный счет. Если вы в рассрочку инвестируете, то в момент окончания рассрочки, если вы в течение 7 дней ее приобрели, оплатили первый платеж, вам будет начислен эти 10%. То есть, глупо не воспользоваться данной акцией, честно вам скажу. В принципе, за время развития нашего проекта, ну, таких предложений было не так много, не так часто, да, люди у нас имели возможность получать дополнительно просто за инвестицию сверх того, что они имели дополнительные проценты. То есть, используйте данную возможность, начинайте двигаться вместе с нами, а мы поможем. Но это еще тоже не все, друзья. У нас есть уникальный инструмент, который позволяет каждому из вас на сегодняшний день развивать свой собственный бизнес, да, и этот бизнес может быть международным и очень крупным. Это называется партнерская программа Skyway Capital. У нее есть целый ряд квалификаций, которые называются партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. Да, у нас есть, у нас раньше были отдельные вебинары, у нас есть ролик по партнерской программе. Так вот, любой человек, независимо от его образования, возраста, места расположения, там и так далее, цвета кожи, как мы говорим, и вероисповедания, может стать участником данной партнерской программы, подписав партнерское соглашение внутри личного кабинета и накопительным путем продвигаться по ступенькам карьеры внутри маркетинг-плана нашей компании и дойти до высшего, до высшей квалификации. Важно понимать, что каждый последующий ранг, он приносит больше процентов. В первую очередь, больше уровня глубины, с которых вы можете получать процент от тех инвестиций, которые благодаря вашей деятельности приходят в наш проект, да, ну и увеличение процентов. Самое минимальное на партнере это четыре уровня глубины с первого поколения, то есть тот человек, который непосредственно пришел за вами и что-то выбрал, это 15 процентов и далее идет на уменьшение. Со второго четыре, потом с третьего три, ой, с третьего два и с последнего один. Но на каждой последующей квалификации все это становится намного более интересно. Важно отметить, что у нашей партнерской программы есть целый ряд секунду, преимущество, то есть она накопительная, вас никто не заставляет что-то продавать, что-то покупать каждый месяц, что-то перепродавать, да, вот, вы можете, скажем так, сначала действительно став партнером и накопив на бонусном счете денежные средства, потом проинвестировать в наш проект, то есть начисления идут даже до того, как вы что-то приобрели, что очень редко в мире MLM бизнеса, да, вы ничего здесь не можете потерять, вас никто здесь не может обогнать, то есть те проценты, которые вам положены, вы можете выбирать в соответствии с той активностью, с которой вы будете развиваться в нашей партнерской программе. Вот вы видите сумму минимальной инвестиции для того, чтобы вообще деньги зарабатывать, всего 15 долларов в США. Это очень немного. Ну и еще целый ряд преимуществ, о которых мы подробно говорим непосредственно на вебинарах, посвященной партнерской программе. То есть это инструмент, который, используя сегодня, вы можете добиваться успеха, строить международный бизнес и получать серьезный уровень доходов. Одно хочу добавить, друзья, сегодня мы на 12 этапе и действительно проект про строительство касаемо экотехнопарка, то, ради чего задумывался вообще, скажем так, краудинвестинг и прочее, он реализован практически там на 73-74%. Мы очень близки к тому, чтобы закрыть 12 этап, у нас останется их 3, в реализации которых возможность стать совладельцем технологии, как на ранних этапах, как мы уже это сделали, она будет сведена фактически к нулю. Соответственно, сейчас, пока еще до перехода на 13 этап есть время. Я не знаю даты, прошу вас, если когда вы будете задавать вопросы, такие вопросы, когда мы перейдем на 13 этап, мне не задавать, потому что я узнаю практически тогда же, когда и вы, когда руководство группы компании Skyway примет решение о переходе на 13 этап. Но важно понимать следующее, что у вас есть еще какое-то количество дней либо недель для того, чтобы использовать выгодные условия инвестирования в нашу компанию и по тем дисконтам, которые у нас, вы видите, в личном кабинете. Потому что на 13 этапе дисконт снова будет снижен, как это происходило уже много раз. Мало того, с 10 на 12 этап мы вообще перешли минуя 11 этап. То есть мы развиваемся бурно, мы развиваемся интенсивно. Соответственно, велика ли возможность того, что мы перейдем с 12 на 14. Возможно, такая ситуация повторится. Поэтому, друзья, пока у вас есть время самим стать совладельцами больших пакетов долей и рассказать, как можно большему количеству людей сделать то же самое, то есть поверить о том, что есть такая возможность стать совладельцем технологии, улучшить свою финансовую составляющую уже сегодня и в будущем. Делайте это. То есть вам не нужно ворочать мешки, вам не нужно, скажем так, делать какие-то тяжелые физические усилия. Просто двигайтесь вместе с нами. Действия, которые нужно делать, они просты. Я не могу сказать, что они легки. И буквально еще два слова, друзья. То, о чем мы практически редко говорили на наших презентациях и так далее. Все больше и больше людей, которые узнают о технологии группы компании Skyway, готовы инвестировать больше денежные средства, то есть покупать там пакеты за 10 тысяч евро, 20, 30 и более. То есть для их удобства есть созданный фонд, который называется Royal Capital Group. Это закрытый инвестиционный фонд, узнать о нем кратко вы можете внутри личного кабинета каждого партнера Skyway Capital, то есть там есть отдельная графа сейчас Royal Capital Group. У этого фонда есть своя техподдержка. Он создан для того, чтобы люди, которые привыкли инвестировать в какой-либо проект, так называемый профессиональный инвестор, не испытывали вообще никаких неудобств. То есть они просто-напросто разобрались в информации, они зашли, зарегистрировались, они позадавали там вопросы службы техподдержки данного фонда, им рассказали полностью о том, как можно инвестировать в этот проект. Они получили документы после, скажем так, верификации их как личности, что они вот такие-то, такие-то. Им приходит счет, который они могут оплатить посредством перевода SWIFT. То есть это самое, что есть настоящий фонд. Это фонд, который имеет лицензию ведения деятельности на финансовых рынках. зарегистрировал на Каймановых островах, как и 60% всех фондов мировых, которые работают с финансами. И человек может стать владельцем пакетов долей посредством инвестирования через Royal Capital Group. Важно понимать, что первая инвестиция, насколько я знаю, это не менее 10 тысяч евро. Дальше любые инвестиции, которые человек в дальнейшем может делать, увеличивать, скажем так, свое владение долями нашего проекта, должно быть кратно 5 тысячам евро. То есть он может следующий пакет за 5 тысяч евро, за 10, за 15. И инвестирует данные денежные средства, ему этот фонд приобретает количество долей проекта группы компании Skyway в соответствии с его инвестицией, в соответствии, скажем так, с тем количеством долей, которые есть в списке компании Skyway Capital. То есть там эквивалент на 10 тысяч евро, то сколько бы это было, если человек инвестировал через Skyway Capital. Подробности работы Royal Capital Group вы можете узнать, зайдя на страницу Royal Capital Group внутри личного кабинета партнера Skyway Capital и задав все свои вопросы технической поддержки данного фонда. Итак, друзья, у меня на сегодня, наверное, все, хотя есть еще один момент, о котором, скажем так, мы не говорили, но очень важный момент, как я говорю в начале нашей сегодняшней презентации вебинара, это цифровые технологии, помните? Совсем недавно у нас появилась возможность стать совладельцами токенов Skyway. То есть это было объявлено в интервью Анатолии Дарочи Ницкого, потом была размещена информация в новости, то, что группа компаний Skyway, она сегодня вышла, подошла к такой ситуации, что первое, принято решение вознаградить первых инвесторов, которые входят в количество 5000 человек, которые первыми инвестировали в наш проект. Давно у нас люди говорили, когда я получу свои деньги, которые инвестировал в проект, когда я смогу получить дивиденды и так далее, огромное количество людей задавали эти вопросы. Так вот, первые 5000 человек на сегодняшний день имеют возможность вывести до 1000 долларов США, скажем так, списав со своих счетов, со своих сертификатов, которыми владеют, 100 тысяч долей. Те люди, которые попадают в число первых 5000 человек, но у них меньше 100 тысяч долей, соответственно, эквивалент обмена долей на деньги сегодня таков. Одна доля, один цен США. Это первая часть, да, и наверняка сейчас среди нас есть те люди, которые с удовольствием дождались этого момента, они с удовольствием выведут эти денежные средства, и по сути дела компания начинает выполнять свои обязательства. Помните, да, все ждут, когда мы начнем платить деньги, о которых обещали, там и так далее, и так далее. Вторая часть очень важная. 50 тысяч первых владельцев пакетов долей группы компании Skyway получили возможность конвертировать свои доли, опять же, до 100 тысяч долей, да, в принципе, если у вас, например, в личном кабинете будет 100 тысяч долей, вы выберете, обменять их на токены, то у вас все эти 100 тысяч долей будут списаны, и вам будет в дальнейшем начислено в личном кабинете на сайте ICO.rsvsystem.com 2000 токенов. Фактически, цена одного токена сегодня это 50 долей группы компании Skyway, да, то есть получается на 100 долей вы получаете два токена. Но, что я хочу сказать, то есть, в письме вы все слышали, что руководство группы компании Skyway сказал, что в течение 90 дней будет создана платформа, она создается, она, скажем так, сейчас совершенствуется, то есть, дорабатывается там материал, программа и так далее, и так далее, и начнется так называемый ICO. То есть, было принято решение имитировать 1 миллиард токенов с Skyway, да, Skyway токен он называется, и привязка этих токенов будет осуществляться к проекту, который сегодня развивается в Адненных Арабских Эмиратах. То есть, там планируется строительство грузовой трассы, оно на сайте ICO.rsvsystem.com вы подробно все сможете прочитать, я вот сейчас здесь для тех, кто в компании, точнее, кто находится вместе с нами в комнате Мирополис, ссылочку на этот сайт сейчас вам дам, а мой партнер, который помогает мне проводить презентацию, эту же ссылку повторит для тех, кто у нас сегодня находится на вебинаре в социальных сетях. Так вот, выйдите на этот сайт, я вам рекомендую, прочтите информацию о том, что планируется развивать на территории Адненных Арабских Эмиратов, к чему привязан токен, от себя хочу сказать, да, вы можете обменять на 2000 токенов, как сказано, в дальнейшем будет у нас процедура при ICO, потом будет процедура ICO, и среди своих инвесторов, да, которые стали совладельцами пакетов долей, компания планирует реализовать десятую часть токенов, которые имитирует группа компании Skyway, то есть 90% этих токенов пойдет в открытую продажу, я в этом вижу большой плюс, почему, потому что, смотрите, мы с вами живем в этом мире, мы даем информацию нашему окружению, вокруг вас есть, наверное, огромное количество тех людей, которые инвестируют в какие-то цифровые проекты, в цифровые деньги, да, в токены других каких-то проектов и так далее, и так далее, они, скажем так, заряжены только на цифре, когда вы им предлагаете возможность инвестировать в технологию, даже уже показываете действующий там состав подвижной и так далее, и так далее, их может быть это не заинтересовать, потому что они зациклены на цифре, да, но здесь у нас людей такое, знаете, волшебное, они начинают, скажем так, внимательно слушать, у них уши становится больше и так далее, и так далее, то есть, по сути дела, сегодня этим решением руководство группы компаний Skyway значительно расширяет рынок, да, тех людей, которые могут стать совладельцами технологий, помочь нам эту технологию продвинуть посредством, скажем так, инвестирования в токены Skyway. Эти деньги, в первую очередь, и как бы проект привязан к тому, что будет развиваться в Объединенных Арабских Эмиратах. Я вижу большой плюс, потому что действительно появляется большая армия людей, которые могут свои денежные средства проинвестировать в наш проект, приблизить, скажем так, строительство дорог в Объединенных Арабских Эмиратах, и мы все, кто владеет долями компании Skyway в нашем проекте, будем получать в дальнейшем те самые дивиденды, которые их мечтаем, когда прибыль с этих дорог пойдет в компанию. Вот с этим я вас хочу поздравить. Гарантировать, будет ли расти токен сразу или падать в цене, я не могу, но под этим токеном располагается наша технология, то есть у нее есть база, платформа, ценность этого токена в том, что он обеспечен технологией Skyway. Ну, я, может быть, некорректное сравнение назову, но тем не менее, когда-то деньги бумажные были обеспечены золотым стандартом, то есть было там 0,0,0,0,0,0,0 чего-то на каждой купюре. Почему когда-то в советское время, скажем, начиная с червонца, практически иностранцам запрещали вывозить наши деньги, потому что, начиная с червонца, с 10 рублей на купюре прописывалось сколько в эквиваленте золота вот этой бумажки, да? Вот. Многие страны отказались от золотого стандарта намного раньше. И у нас же, по сути дела, подкрепление серьезности проекта токена, который у нас есть, и его, скажем так, ликвидности на рынке, это успехи в развитии технологии Skyway. Вот такая информация, друзья. Теперь я, наверное, готов ответить на ваши вопросы. Ну, может быть, не очень долго, но тем не менее, я в вашем распоряжении. Просьба писать четко. Еще одна просьба. Не пишите, когда тринадцатый этап, ну и не пишите, скажем так, вопросы, где там делся один и куда там убежал другой. Хорошо? Я не смогу на них ответить. Давайте конкретно по тому, что вы сейчас услышали. Ну, может быть, о тех новостях, которые в последнее время были озвучены. Итак, друзья, ваши вопросы. Так, что мы имеем в социальных сетях? Сейчас посмотрим. Так, я смотрю, что появились вопросы из чата. Так. Когда продажа токенов начнется? Жанна Федорчук спрашивала. Да, друзья, давайте я отвечу так. Смотрите, все мы получили информацию о том, что с момента запуска возможности обмена на деньги, на токены. Уже прошло, скажем так, осталось уже 14 дней, да, началось это в 20-х числах прошлого месяца. Вот тогда руководство группы компаний Skyway просило 90 дней для того, чтобы уже дописать программу, для того, чтобы вы могли увидеть внутри сайта ICO, RSV System, свой личный кабинет, да, увидеть те токены, которые, скажем так, вы поменяли на своем счету. Вот, с момента запуска попросили 90 дней. Вот мы в этих рамках и ожидаем. Вот. Конкретно выход на ICO. Ну, тот же вопрос, да, смотрите, 90 дней – это запуск криптоплатформы. Там дальше речь идет о pre-ICO, да, то есть процедуре. Возможно, я могу только пофантазировать немножко об этом, да, в каком смысле. Огромное количество людей сегодня являются нашими партнерами и стали совладельцами долей, да, нашего проекта. Возможно, на pre-ICO будет еще какое-то выгодное предложение нашим партнерам уже, которые сегодня владеют долями, обменять там, да, либо, скажем так, купить, точнее, те же токены, но чуть, может быть, за меньшую цену, чем это будут делать люди, которые нигде у нас не зарегистрированы, раньше ничего не покупали и пришли со стороны. Но это я предполагаю, я не берусь утверждать, сразу говорю, да, это то, что я вот могу видеть наперед, но не факт, что будет именно так. Потому что может случиться так, что вы будете покупать за ту же цену, которую будут покупать те люди. И, возможно, сразу же будут, скажем так, действовать рыночные условия, то есть как для всех. Вот такая цена будет на рынке, такая и будет. Скажи, что, прям такие города реально собираются построить или только пути, или только здания? Что прям как на видео будет? Ленар, отвечу вам, что, в принципе, у нас на территории, точнее, у нас в КБ работают разные отделы, один из них, одно из управлений, это архитектуры, которые разрабатывают образцы станций, зданий. И в дальнейшем, скажем так, это будет развиваться именно в реализации тех линейных городов, о которых мы говорили. Но строить будет не только Skyway, поймите правильно, наша цель предложить вот эту технологию, с которой мы идем, идею, что можно создавать вот такие здания, хотя у Анатолия Даровича Уницкого есть целый ряд идей и проектов, которые можно в архитектуре, например, это использовать все. То есть мы будем строить вместе с теми муниципалитетами, которые будут реализовывать данную технологию у себя на той территории. Поэтому и такие линейные города в недалеком будущем будут появляться. Насчет перевода токенов, долей в токены, будет ли это прибыльно, я не берусь утверждать. Давайте так, рынок он непредсказуем, рынок криптовалют тоже непредсказуем. Соответственно, как будет развиваться, скажем так, жизнь и история токена Skyway, мы с вами все скоро увидим. Смотрите, давайте так я скажу. Задали вопрос, почему в реале в кабинетах 100 тысяч акций стоит примерно 2 тысячи, а предлагают первым 5 тысячам продать за тысячу долларов? Друзья, смотрите, первым людям, которые инвестировали в наш проект на начальном этапе, у них дискон был 3,5 тысячи. Вот те, кто на первом этапе инвестировал свои денежные средства в размере 28-29 долларов, сегодня имеют возможность вывести тысячу долларов. То есть их деньги приумножились больше, чем в 30 раз. Есть те, кто инвестировал там, скажем так, на каком-то этапе, их деньги могли сейчас увеличить по сравнению с тем, что было в 6 раз, в 4 раза. Поэтому эта акция, она идет для тех людей, кто стал инвестором на начальном этапе, поэтому для них она выгодна. Понимаете меня? А те, кто пришел к нам позже, те, кто, скажем так, может быть, 3 года смотрел на нас со стороны и думал, выжимем мы или нет, и купил сейчас пакет долей, друзья, ну никто, скажем так, не заставлял так долго ждать. Либо, скажем, те люди, которые к вам постучались с этой идеей 3 года, выжидали, вам не рассказывали. Ну, я не хочу сказать, что их надо в этом обвинять, но тем не менее. Сегодня условия такие, какие есть. Раньше, когда был очень высок риск вложения денежных средств, да, он был гораздо выше, поэтому уровень доходности, дисконт был тогда гораздо выше. И, соответственно, с теми деньгами, которые сегодня компания готова этим людям отдать, потому что те люди, которые пришли на начальном этапе, поверьте, у них гораздо больше, чем 100 тысяч долей. Вот. Но именно эту часть компания готова сегодня компенсировать на 1000 долларов. Готовы люди это делать? Пожалуйста. Кто-то написал, прослушал ответ, когда Capital даст возможность обменять доли на токены. Вы знаете, этот вопрос пока не звучал, вы его задали первый, но отвечу так. Сейчас готовится функционал, и как было сказано до того, да, что как только появится дописанный, доделанный функционал внутри кабинета Skyway Capital, это у тех людей, которые, скажем так, попали в эти 50 тысяч человек, будет 30 дней для того, чтобы принять решение и обменять на токены. Так, тут у меня, смотрю, в чате Мирополиса, да, идет активная переписка. Так, Анатолий Коломейцев, это из Молдовы, да. Скажите, есть ли информация по поводу вакансий закрытых завостроенной технологии в разных городах СНГ? Какое производство будет открыто на Украине, России, Беларуси? Вы знаете, Анатолий, не готов на это ответить, потому что, ну, до меня эту информацию никто не доводил. Я знаю, что посмотреть, какие вакансии есть в нашем белорусском предприятии на сегодня, вы можете на сайте RSV System, либо на сайте sw-tech.by, там есть вакансия, там можно зайти и увидеть то, что мы ищем, скажем, какие специалисты сегодня компания готова принять на работу на территории Республики Беларусь. Что будет дальше, как будет в Эмиратах и так далее, давайте доживем. Что-то это напоминает пирамиду. Вы знаете, вот хотелось бы задать вопрос такой вот, вживую пообщаться с Василием из Молдовы, да, а что именно напоминает пирамиду? Я целый час говорил, давал информацию, вот, и какая часть того, что я говорил, вам напоминает пирамиду, но мне трудно ответить. Единственное, давайте я вам скажу так, Василий, смотрите, как я вам говорил, весь наш проект, да, это целый ряд компаний, которые работают в единым целом, и цель выведения технологий на его транспортный рынок, если вы мне назовете хоть одну финансовую пирамиду, которая стала членом торгово-промышленной палаты какого-либо государства, ну, тогда я, возможно, с вами где-то соглашусь, что это как-то похоже, вот, ну, попробуйте найти, хорошо? И мне как-то прислать, что, вот, вы знаете, я знаю, там, вот, такую это, она стала членом ТПП, там, города Зубозайчинска или чего-нибудь еще. Гульнара, даже не стоит, скажем так, вот сейчас тратить какое-то количество своей энергии на то, чтобы доказать, вот, изучить, пожалуйста, изучите, вот, просто простой ответ, в принципе, есть банковские структуры, есть, например, страховые компании, где люди называемыми агентами, там, либо сотрудниками банка, если они заключают, например, какой-то договор, получают агентское вознаграждение. Почему-то там никто из вас не возмущается, что это пирамида, да? Здесь деньги идут в реализацию технологий, мы создали транспорт, мы его сертифицируем, мы его показываем на выставках, мы уже начинаем строительство и так далее, и люди все равно смотрят и думают, блин, пирамида, назовите, хорошо, еще Василий, хоть одну пирамиду, которая хоть что-то построила. Так, друзья, ну, смотрю, что в чате Мирополиса вроде всем все понятно, да? Ну, кто продаст доли, что-то теряет, я не могу сказать, да? Потому что никто не знает, как будет двигаться токен, смотрите, потому что цена токена, по сути, на сегодняшний день, в итоге, если мы выйдем, например, на рынок с той ценой, которая сегодня предложена нам, мы легко посчитаем, один токен 50 центов. Если с ним выйдут на ICO, и он начнет движение в этом формате, и люди будут его покупать по этой цене и так далее, вы можете его продать, соответственно, у вас будут те же тысячи долларов, что те люди, которые обменяли на деньги. Как дальше это будет, да? Василий, все нормально, если вы узнали только вчера, действительно, вы сами написали, что вам нужно сделать. Просто разберитесь. Грамотные люди, как всегда, они делают какие-то движения, они разбираются, потом выносят решение. Ну, хотя бы чуть-чуть. Так, в Мирополисе вроде бы все. Друзья, сейчас я еще гляну на вопросы. Добрый вечер, я вчера представил проект, он говорил, что Запад не даст русскому подняться, и по закону Парета данный проект никогда не будет миллиардером. Я надеюсь, что это все учитывается в компании, и прорыв будет неизбежен. Спасибо, это лозунг, я так понимаю, Анатолий, да? Все в порядке. Но история с Литвой, вы знаете, вместо Литвы, вот тут написано, очевидная история с Литвой, да? У нас появилась Беларусь, где мы строим. У нас сейчас появились Объединенные Арабские Эмираты. То есть у нас проект развивается там, где нам рады, да? Там, где люди готовы двигаться вместе с нами, там, где это нужно. Поэтому выжидать, сидеть, биться головой об стену в очередях, да? Вот что, возьмите, вот мы хотим тут построить и так далее, давайте мы построим там трассу между городом Сдержинском, Минской области и Минском. Никто не будет этого делать. Либо в Подмосковье. Там, где рады, там, где люди видят перспективу, там, где люди действительно радеют над тем, как сделать лучше, да, ситуацию в тех регионах, где они проживают, там мы и будем двигаться. И это нормально. Вы знаете, есть музыка. Кто-то любит классику, кто-то не любит. И музыканты, которые играют классические композиции, да, они просто играют. И слушают те, кому это нравится. Они приезжают в любой город, например, Денис Масуев, да, куда бы он ни приехал, его будут слушать те, кто любит фортепианную музыку, его, скажем так, мастерство и так далее, так далее, так далее. Он абсолютно не думает, что кто-то, например, в том городе, куда он приехал, фортепиано вообще слушать не любит, да, любит слушать барабаны, например. Поэтому там, где мы будем нужны, там, где мы будем востребованы, а мы реально уже нужны, люди видят, скажем так, перспективы развития этого транспорта, его преимущества и так далее. Все больше людей приезжают с разных регионов к нам в технопарк, и в своих интервью они об этом говорят. Так что мы будем струиться, мы никуда уже не денемся. Вот такие дела. Итак, друзья, у меня на этом все. Хочу вас поблагодарить за то, что вы были сегодня на вебинаре. Вот, не знаю, не сильно ли затянули и так далее. Но, тем не менее, всем здоровья, любви, денег, всем отличного месяца ноября. Я в субботу проводил здесь живую презентацию в Москве, завтра я буду в Твери, где будет хорошее мероприятие. Если у вас в Твери есть какие-то партнеры, либо потенциальные люди, которые могут заинтересоваться технологией, обязательно найдите информацию в разделе новостей, дайте им эту информацию. Они могут прийти завтра на мероприятие и получить информацию непосредственно на нем, получить ответы на вопросы. И, возможно, там у вас будет развиваться партнерская структура поначалу. То есть, используйте данную возможность. Как и все остальные. В разделе оффлайн мероприятия у нас большое количество городов и стран. Там, где могут жить ваши потенциальные партнеры. Там, где живут ваши друзья, знакомые, родственники и так далее. Не постесняйтесь, не поленитесь, не испугайтесь дать им эту информацию. Только сами не объясняйте. А просто можно сказать, ты знаешь, есть интересное дело, вот у тебя завтра в городе будет проходить. Мы когда-то с тобой говорили, ты говорил, что тебе личных финансов там на что-то не хватает. Сходи, послушай. А что, а как? Да я тебе так не объясню на же состоянии. Сходи. Пойдут не все, а кто-то может прийти. Всем успехов, всем здоровья, любви, денег. Возможно, на следующей неделе, в понедельник, что-то еще интересное расскажу, потому что на этой неделе планирую посетить наше предприятие в Минске. Может, мне там что-то расскажут. С удовольствием вас жду на следующей неделе на вебинар, который будет в 17 часов. Продолжение следует...